Итак, всем привет, ребята, всем привет, как вас злишки рассказывают, я потихонечку начинаю. Ну что, скучали целый день без меня, а? А-а-а, блядь. Это я, да, всем привет, ребята. Блядь, чувак пишет, Дмитрий Дмитриев, мажем минимум через 4 месяца, у тебя не будет 10к. Ну окей, давай представим, проходит 4 месяца, у меня 10к, а тебя нет, и что? Давай мажем с тобой, у тебя не будет 10к, блядь. Ну чувак, ну нахуй мне это надо, сколько это раз было? Сколько я таких видел? Галач, у тебя не будет там, ты не возьмёшь топ-10 в Хардстоуне, галач, ты не возьмёшь легенду, галач, ты не возьмёшь это, галач, ты не возьмёшь это. Всё, брал, всё получалось, все были довольны. И постоянно ходили, кстати, вот, блядь, ну тебя не получится, у тебя нет, это не то, ты плохо играешь, вот я играю лучше. Да, ты лучше, ты будешь в помойке, а я буду на топ-10к. Проверим, потом давай. Так и будет, поверь. А чё кроме доты, чё кроме доты? В доте всё нормально же вроде будет. Стоишь на фрифарме, ты в доте крипов добить не можешь и гниёшь на своих ТК. Мне кажется, ты хуй не пишешь. Галач, вы не сможете ходить, но он смог. Ему говорили, он не закончит школу, но он смог, галач, который смог, наш галач. Ну, вот я говорю, что, блин, ну вспомните, да, серьёзно. Когда я начинал только стримить, там, 5 лет назад на Твиче, я помню, столько людей писало, типа, галач, ты никогда не возьмёшь легенду, это нереально. Я её взял спустя первый месяц игры вообще в Хардстоун. Я взял легенду. Потом мне писали, галач, ты никогда не закончишь топ-100 легенды в конце месяца, ты никогда не пойдёшь в списки этих Близзардов. Два месяца я заканчивал, два месяца я был в списках в этих ебанах. Там 105-е, по-моему, 107-е место, не суть, там было до 200, и я был в списке, это самое главное. Сколько таких моментов было, и всегда кто-то придёт и скажет тебе, что у тебя ничего не выйдет, ты ничего не там, не апнешь, ты мусор и так далее. Но на деле всё оказывается наеборот. Шарики нет. Поэтому слушать диванных экспертов из чата нет смысла. Потому что они сегодня говорят одно, а завтра они переобуются и скажут, что я верю в тебя. Как так? Я не говорю, что 10к. Я сказал, будет топ-1. Да, так и было. Так, вот переобучка. Не был ты в топ-100, ты брал 115. Я брал, два раза заканчивал. Два раза я был в списках, я не помню. Один раз я что-то помню. Блин, я не могу, боюсь соврать, точно не помню. Списки есть, может, кого-нибудь там остались. Один раз я что-то занял, то ли 107-е и 109-е, то ли 107-е и 113-е, то ли 98-е и 113-е, я не помню. Два раза я был в списках этих бюджетов. Ну, мог быть, я мог быть каждый месяц там, я знаю, как это берется, но единственное, что, ну, как бы минус в том, что вы тратите кучу времени на это. Невозможно взять топ-100, закончить в конце месяца, играя там, блядь, два часа там в неделю. Вы обязаны там играть целыми днями, и тогда вы только закончите топ-100. Ну, у меня так было, по крайней мере. Осталось только, знаете что, осталось только бафнуть вот эту вот херню. Ни разу вообще не собирал триплетов. Как вы думаете, вообще, это нормальная карта? Вот это нормальная карта или говно? Как вы относитесь вообще вот к таким пробафам? Вот, типа, вот, зубот, там еще одна есть бабка эта, которая с четвертой, по-моему, таверны, тоже пробафает 7-2-2 там драконом, кому-то еще. Как вы к ним относитесь, нормально или говно? Мне просто не очень они заходят, честно. Для солянки топ-4, может быть, подойдет, да. Но если топ-1, ты хочешь взять и зуботами, типа, бафать стол, мне кажется, это гиблая стратегия. Ну, опять же, говорит, к моему мнению. Может быть, переобуюсь завтра и скажу, что это лучшая карта в этой игре. Но пока вот у меня впечатление, что он не уйдет. Можно в ничью здесь выгодно. Да, тут победа. Вроде баф это хорошо, разве нет? Но ты тратишь же ману, ты тратишь, ну, кристаллики на пробаф. А потом тебе один хрен придется их продавать, понимаешь? В какой-то степени ты прав, да. Смотри, он собрал все-таки дерьмо. Первый раз в жизни собрал, реально. Так, здесь просто, смотрите, тотальный незавоз. Тотальный незавоз дерьмо. Мурока и гиену мы покупаем с вами, да? Тут у нас небольшая соляночка подъедет сейчас. Серега меня игнорит. Я, ребята, стараюсь все прочитать. Он умеет играть в эту игру, конечно. Репликатор на зубота. А, кстати, блядь, реально. Ну вот, слушай, я не знал, что это механизм. Реально, это же механизм. Ты гений. Я не знал, что это механизм, честно. Я только сейчас увидел. Я думал, это нейтральная карта вообще. Пипец. Сейчас, конечно, сейчас... Ну вот, парень, да, шарит. Реально, это хороший совет, да. Может, я думал сейчас, как бы... Даже не думал, как-то закидывать в эту карту. Черепный дракон, как-то. Ну, он выиграл. Он выиграл. Там слишком какие-то бешеные у него драконы, блядь, заехали. С минимальным отрывом, конечно, но он выиграл. Это жесть. Блин, а здесь прям везет на вот эти вот рандомные существа. Рандомные пробафы. Мурок и дракон. Что, будем брать? Сегодня прям день вот этих вот пробафов, которые вообще ненавижу. Больше всего ненавижу причем. Знаете, я бы, наверное, все-таки приморозил этот стол. Потому что здесь есть крыска. Взять крыску, взять раздражатора сюда закинуть. Продать вот этого Мурлока. Блин, такую солянку собрал. Просто шок. Если сейчас займу топ-1, это будет просто сверхразум. Я не хочу гачи сушить. Их потом башка целый день болит. Блядь, я не знаю. Там один, по-моему, трек мне нравится у гачи. И то он какой-то, по-моему, какая-то новинка. Я кому-то зашел на стрим, играл гачи какого-то дотера. И я такой, блин, реально прикольно. Там, типа, ну, очень тематично сделали. Не то, что прям мне понравился имя трек, а просто реально сделан красиво. Очень круто. Я не помню, какой это правда. Может, потом послушаю и найду. Ну-ка назовите, какие последние есть гачи. Какой-то новый. Раньше я его точно не слышал. Платили монеточка. Нет, платили монеточку я слышал. Нет, не он. Это еще. Юность в сапогах. Блин. То ли юность в сапогах. Да, что-то может быть такое. Песня очень популярная. Но вот я не могу ее вспомнить. Сорян. Прям вообще не получается. Блин, на муруков. Я не знаю, я не знаю, что собирать. У меня хорошие, типа, звери, да, есть. Гиена, которая получает 4-2. Есть хорошая крыска, которую тоже можно забавить. Она очень сильная будет. Ваук вон 10-10. Ну и муруки очень сильные. Давайте, наверное, солянкой до конца будем. Серега играл в Rainbow Six. Ну, у меня есть, да, играл. Серега беременович у нас, вышел в новом сезоне. Я знаю, ребят, я не могу смотреть мне за нее. Почему-то авторские права прилетают сразу. Мы же пробуем на той неделе посмотреть. Я бы с удовольствием. Ну, прилетают авторские права. Ну, мы должны здесь выбрать. У меня пожёшье существо. Соляночка пожёшье существо. Или нет? Ну, ничья, да. Может быть, ничья. Нет, ничья. Прям писечка в писечку хватило. Чуть не проиграли. Ну, давай, тяпаем таверну, чтобы получить... Может быть, Багуру достанем? Или драку этого зверя на пятую таверну тоже? Давай, пожалуйста, хорошую карту. Да я взял Брана, да. Пусть будет под Муроков. Он, в принципе, заходит. Ну, блин. Сколько мне ждать, пока карта что-то в какой-нибудь пробав под Муроков придет? А это всё-таки 2-4 на столе. Это минус карта. Что такое 2-4 на такой стадии? У меня вон 10-10. Бля, 12-12 бабовым стоят. И я не могу это выиграть. А тут какой-то мудак 2-4. Так, у парня вообще 5 карт. Нихуя-то бессмертный, что ли? 5 карт на столе. Ебанусь. Если он выиграет, это будет позорище для нас. Минимальным отрывом опять побеждает. 5 демеджа наносит нам. Окей. Ну, всё это, мне кажется, из-за вот этого Брана, который на столе. Он просто юзность, реально. Не знаю, чуваки, очень сложный ход. Реально, возможно, неправильно сделал. Но, блядь, избавляться от крысы, которая в теории... Ну, есть синергия, согласитесь, есть синергия здесь. Продавать карту 12-20, который... 12-12 с бабом, тоже, блядь, это проёб. Не знаю, блядь, солянка, вот это пиздец. Это минус... Хуй пойми, что вообще получается. Да, у него круто, у него демоны. Он, блядь, собирает одних демонов, пока и хует. А у меня какая-то хуйня. Что-то меняется, как у него. На ничью, блядь. Сука. Я понимаю, выйти у меня басы до конца. Он сейчас будет всё это бафать, а у меня, блядь, хуй пойми, что вообще в руке творится. А, дай бог топ-4 занять. Дай бог топ-4 занять, потому что здесь такой просто аншлаг, я не знаю. Нереально выиграть. Ну, очень хуёвый. Не то, что хуёвый заход, а очень как-то всё тупо. Это солянка, механизм, два мурлока, три зверя. Это просто три мурлока. Три мурлока, три зверя и механизм. Пиздец. Насобирал. Блядь. Ну, а с другой стороны, если так подумать, да? А вот не зашёл бы мне так, не взял бы. Может быть, я топ-8 вылетел бы. Сейчас сижу, выёбываюсь на топ-4, блядь. А может быть, топ-8 уже обосрался бы. Да, ребят? Надо быть оптимистом. По крайней мере, в этой игре. Тут ещё и, кстати, выигрывал его, блядь. Тут ещё и победку, ребят, выбил. Топ-4 занял, ё-моё. Вообще, реально, моя судьба сейчас была занять топ-8. Вылететь первым, прям самым. А я, ну, ввиду своего ума, занял уже топ-4. Понимаете? Такой же может быть. Ну, не знаю, где... Бля, вот этот удар ебанулся. Пиздец. Не, ну этого чувака забейте, не вынесите вообще никак. Вообще, какой-то бешеный потанцем. Дай бог, чтобы не вынеслись. Пиздец. Ну ладно, 19 не должен снять. Да. Следующий ход мы вылетаем с вами, кстати. Топ-3. Уже топ-3. Бля, если топ-2 займём, пацаны, я реально буду рад. Потому что таким биомусором даже топ-2 уже достижение огромнейшее. Осталось только подумать, что покупать здесь. Какой апп и таверну-то? Сейчас вылететь можно, апп и таверну. Блядь, она не поможет вообще никак. Хотя бы против Челика из Нейзера уже победили. Которого лица он радует. Сейчас бы ещё им проиграли, но бы было супер обидно. Ну что, давайте, ребят, топ-2. Топ-2, сука, голова, блядь, легенда нахуй. Топ-2, ребята, уже топ-2, понимаете? На этом биомусоре, на этой фекалине мы взяли с вами топ-2. Вот это, это овер дохера. Это максимальное дерьмо, которое можно было здесь взять. Я уверен, на 110%. На 210%. Берём мамашу или нет? Я думал, продать гиену, типа, но она нахуй же не нужна. Она слишком слабая. Взять мамашу, что ли? Потому что, скорее всего, он, ну, у нас один ход остался, он нас вынесет. Заморозочку сделаю на всякий случай. Вдруг ничью сыграем. Но, скорее всего, он нас вынесет, пацаны. К бабке не ходи, у нас вынесет, я уверен. Какую крысу? Так, а на чём он играет? На демонах. На демонах. Давай, чтобы до конца стрима 12 тысяч ммр было. Ага. Хорошо, попробуем. Так, он играет на демонах. Баблов уже немало. Да. Ещё и стреляет идеально. Забейте. Это нереально. Слишком сильный чувак. Слишком сильный. Слишком сильный. Ну, топ-2 в любом случае это достижение, согласитесь. На такой солянке, да, на такой просто непонятной херне, которую мне раздали. Занять топ-2, мне кажется, это сильно. 72 очка. Пойдёт. М Продолжение следует...